Добрый день, суток, жители Корлевки! Наша сегодняшняя экспедиция посвящена рекреационной зоне, поистине, действительно, рекреационной зоне, которая необходима нашему микрорайону, которая сейчас находится в неком запустении, и которая мы все вместе можем привести в порядок и реально иметь возможность отдохнуть качественно, не выезжая никуда из микрорайона, это так называемое Солдатское озеро. Есть еще другое название, которое мне тоже нравится, по-моему, оно даже историческое, называется Кварцова дача. Вот мы сегодня пройдемся по достопримечательностям этого места, покажем вам, если вы о них не знаете, расскажем о тех проблемах, которые существуют в озере, постараемся придумать, как это можно решить, или наметить какие-то реперные точки, с помощью которых мы будем стараться изменить ситуацию и превратить это место в цветующее место для отдыха всего нашего микрорайона. Ну, пойдемте вместе с нами. Ну вот, первое место, недалеко мы ушли. Значит, это первая очередь попытки привести парк в порядок. Здесь была обустроена такая петля, значит, она заасфальтирована, поставлены лавочки, даже когда-то были поставлены мусорные корзины. Конечно, сейчас-то не в лучшем вечернем находится, но летом бывает, мы даже тоже сюда заходим, потому что есть тенек, и можно с детьми посидеть, перекусить, потому что это, ну, фактически, единственный официальный спуск сейчас, ну, непосредственно к Солдатскому озеру. Здесь же, на этой территории, надо сказать, кстати, есть и вторая очередь облагоустройства этой территории небольшого кусочка, но вот она не сделана. Надо обязательно уточнить, потому что я не в курсе, почему не сделана, и, может быть, как-то эту историю постараться возобновить. По правую руку от меня полетена грязодубовая, дом 5. Именно там находится та березовая роща, которую собирались срубить, чтобы построить пятиэтажный дом. Значит, история, из того, что я знаю, пока никак не изменилась. То есть, слушания были о том, что, значит, разрешить. Горсовет, по-моему, по этому поводу никак не высказался еще до сих пор. Если это не так, я в комментариях уточню, но, по-моему, вопрос никак не решился. Обязательно надо вопрос опять уточнить. Антон, это нам тебе напоминалку, надо будет сделать. Ну и отсюда, конечно, открывается замечательный вид на само озеро. Летом здесь тоже очень красиво, да и зимой. Видно, как дети катаются и с той стороны озера. Мы тоже любим покататься и на снегокатах, и на плюшках отсюда, и с этого спуска, и с обратного, где вот растут эти вековые липы. Мы обязательно к ним подойдем, потому что, ну, это очень красивые деревья, могучие, и я люблю постоять рядом с ними, какие-то такие места силы. Вот, ну сейчас спустимся вниз, покажем вам, что происходит там. Мы спустились к озеру, за мной непосредственно сама чаша озера. Здесь, видите, как всегда много детей в любое время, в утром, в вечер, в любую погоду. Жалко, не взял своих сегодня. Мы здесь тоже любим кататься, потому что очень много склонов, с которых можно скатиться. Вот, такая радостная обстановка, как всегда. Значит, про само озеро. Если вот слышно сейчас, может быть, слышен шум воды, здесь вот находится дамба, которая поддерживает уровень. Вообще, озеро питается несколькими источниками. Здесь речка городянка текет. Может быть, не городянка, если вдруг не прав, Антон, ты мне поправь, то напиши, как она правильно называется. Ну и вот, самое главное, вот эта гора. То есть, на ней расположены источники, которым уже, ну, точно не одну сотню лет. Потому что еще в позапрошлом веке здесь брали воду. Мы, наверное, до пары источников доберемся и покажем вам. Вот. И, по большому счету, это имеет право нам надеяться, все-таки оставляет нам надежду, что это озеро все-таки можно вернуть к возможности купания в нем. Да, потому что, считаю, это важно. Потому что в 60-х годах здесь купали. Здесь раньше, если кто помнит, стояли горки, даже были кабинки для переодевания. Вон там был пляж, раньше расположен. Но из-за того, что экология испортилась, я думаю, аэропорт Север, на первую очередь, виноват. Да и иные источники, которые, может быть, мы сегодня тоже покажем, значит, в озеро привели в состояние непригодного для купания. И с этим надо бороться. Хотя, наверное, вон тот рыбак, вон те рыбаки, наверное, не согласятся с нами, потому что, ну, ловят рыбу. Не знаю уж для кого, может, для хата. Да и летом все равно часто бывает так, что здесь дети все равно купаются. И даже нечастный случай случается, потому что я знаю, что в прошлом году точно кто-то утонул. Может, даже не один человек. Вот. И вот это, конечно, главная жемчужина этого места, которую обязательно нужно перевести в порядок и сделать его настоящим озером покупания. Мы пришли к одному из моих любимых мест. Мы его нашли случайно. Не каждый о нем знает. У нас вообще есть такая торец с детьми. Мы достаточно часто ходим в поход вокруг озера и каждый раз находим какие-то удивительные новые места. И вот это место одно из них. Дерево здесь, видите, как посажено часто. Это только одному. Это сделано не случайно. Явно виден умысел того, кто сажал. Вообще, я как бы видел нечто подобное в других имениях. Вообще, по идее, эти деревья должны были кругом быть посажены. Такое некое место силы. Я вот это, думаю, название Скворцова дача имеет к этому какое-то отношение. Может быть, кто знает подробнее, напишите нам. Нам бы хотелось бы разобрать историю этого места. Откуда это. Потому что это не просто так. Еще раз повторюсь. Место очень интересное. Всем рекомендую сюда прийти. Здесь чувствуется какая-то энергия. Вот видите, остались места для входа в воду. Где, я так понимаю, либо швартовали лодки или что-то еще. Видно, конструкции остались в те годы. Пускались, скорее всего. Да, что-то похожее. За мной, видишь, лавка старая еще есть. Ну и спросил у рыбака, что ловят. Говорят, ловят и куньков. Понимаешь? Ну, уже не стал спрашивать, для кого. Но, тем не менее. А куньки здесь, говорят, водятся. Вот так вот. Ну, пойдем дальше, посмотрим, что. За нами опять мост. Это все, значит, наследие предыдущего времени. Он идет, наверное, через вторую по величине артерию, которая питает этот водоем. Мы сейчас к ней обязательно подойдем. Это отдельно очень интересная история. Ну, вот вообще отсюда очень хороший вид вообще на все озеро. И на то, какая активная жизнь. Даже сейчас, в мороз, здесь, ну, и по всем горкам, по всем стулам катаются дети. Да, да, хорошая вещь. Я думаю, что после нашего видео, я надеюсь, что больше народу об этом узнает и будет сюда приходить. Потому что здесь самые лучшие горки зимой. Прям тебе зимний пейзаж. Это второй источник. Другой уже совсем. Видишь, тоже туда же идет. Это направление пошло. Вот видишь, солнце выглянуло. Нам в подарок будет обалденная картинка. Прям реклама у нас какая-то пошла, значит, от этого добра. Ну, вот, наверное, вот это основное место излияния чистой, хорошей воды, которая впадает в наше озеро. Вот. За моей спиной видишь, прям такое укрепление, скажем. Я когда первый раз увидел, тоже думаю, что же это такое. И мне рассказали такую легенду, что еще в 19 веке, если мне память не заменяет, звали этого товарища Филимонов. Купец он, может быть, был. Потому что он из камня сделал это фактически у нас такой резервуар для воды. Там скапливалась вода и по дубовым трубам она спускалась на Витебское шоссе вниз. Там у него была баня. То есть, водой, значит, мыл людей. А еще была труба прямо на колхозную площадь. По-моему, она Синая раньше называлась. И там был фонтан и продавал он там воду ведрами то ли копейка, то ли три, не помню. И вот эта вода была именно вот отсюда. И, значит, сейчас, видите, женщина пошла. Вон, видите, молодежь катается. Вообще, замечательно. Значит, раньше еще здесь трещины не было и вода вот прям лилась вот из этой трубы. Я вот это даже помню. Это было убывально несколько лет тому назад. А вообще, как рассказывают опять люди, которые здесь живут давно, к этому месту непосредственно подходили, потому что вода лилась еще выше, чтобы был как такой водопад, такой склон. Мы прям подходили непосредственно к стене и вода водопадом спускалась и лилась на людей. Представляешь, какое было место замечательно. Вообще, можно же это попробовать реанимировать, потому что вода есть, и практически нужно как-то отремонтировать. Ну, это длительная история, но очень интересно, потому что Корлевка наша богата историей. Не просто гора битона. Копать ее, копать, исследовать. Потому что здесь очень много всего интересного. Пойдемте, покажу, наверное, мое любимое место здесь вокруг Сладского озера. Пойдемте, покажу. Это у нас получается самая верхняя точка вокруг Сладского озера. И вот мы пришли к моему любимому месту, на котором мы обязательно останавливаемся, где набираемся чистого, свежего воздуха. Это тоже такой же саженый лесочек, сейчас вы увидите, который и у нас на парке авиаторов. Вот он остался действенно чист. И прошу вас, те, кто сюда придут, обязательно убирайте за собой мусор. Не гадьте природу. Ну, любуйтесь, смотрите. Вот такая здесь красота. Ну, вот если мы стояли недавно на самом чистом месте, с помощью которого очищается наше озеро, то сейчас, по моему мнению, стоим на самом грязном. Ну, вот тот запах, который сейчас здесь стоит, Антон, не даст соврать? О, да. Да, пахнет соответствующим, воняет канализация просто смертельная. Вообще, учитывая, что я здесь скажу частенько, через эту территорию тоже, поверьте мне, то, что сейчас здесь нет воды, вот. Вот оттуда, да, Максим? Да, вот, видишь, очень хорошо видны проемы, и вся территория, видишь, без снега. Это широкий поток. Да, широкий. Потому что вот это все, вот, видишь, там коллектор сверху один, вот он. вот он постоянно переполнен и вода постоянно льется через верх из этого коллектора и все вот это безобразие, вся эта канализация тегет туда и впадает в озеро. Вот это один из тех источников, почему в нашем озере нельзя купаться. Вот и я обязательно уточню, как-то руки не доходили, а вот тут вот все-таки видимо придется, что это коллекторы, чьи, почему они переполнены и почему канализация однозначно вот так вот просто самотоком стекает в озеро. Понятно, что это очень сложный вопрос, но его нужно обязательно ставить, потому что это беспредел. Такого быть не должно, просто не должно. Вот, а сейчас дойдем, все-таки напоследок покажу вам еще один источник, мне даже говорили, что из него можно пить, вот посмотрим. Вот откуда сейчас снимает Антон, оттуда вот эта речка с аэродрома Северный, с той стороны, вот текет справа налево, текет туда, в сторону озера. Качество воды тоже пока неизвестно. Но мы не по этому поводу, хотя это тоже нужно осветить, это вот, наверное, единственная самая основная артерия нашего озера. А еще что хотели сказать, что есть дорожка, причем она видите, она сортирована творящими сверху, которая соединяет королевку, по ней можно прийти прям, но установка магазин называется, до магнита, практически можно, получается, выйти туда, вот, туда прям наверх, то есть, кто не знал, или можно оттуда спуститься вниз сюда. Перила есть. Перила есть. Поэтому имейте ввиду... Девушкам вечером не ходите одни, пожалуйста. Да, ходите, в коем случае, тонарей нет, ничего нет, вот такая дорожка есть. Все, пойдем к источнику. Вода ничего не пахнет, чистая, прозрачная. Если такой водой будет наполнено наше озеро, я практически уверен, что это даст возможность все-таки при очистке его, естественно, и при том, что решить вопрос, вот эту проблему с канализацией, мы видели несколько, значит, источников, мы не стали все это показывать, и уточнить по поводу речки, да, все-таки я вижу наше озеро, как озеро, в котором можно будет купаться, и все-таки как рекреационную зону и жемчужину в Заднепровье. Я думаю, что это все в наших руках, мы точно этим вопросом будем заниматься, и очень важно, чтобы, вот сейчас вижу, да, этот момент, как, однозначно закрепить, что это не просто рекреационная зона, которая указана как зона на плане города, а все-таки обозначить ее как некий парк, строительство на котором будет однозначно запрещено, оно всегда останется зеленой, местами нетронутой заповедной. И прошу вас, когда приходите сюда, всегда следите за тем, чтобы не мусорить лишний раз, делайте замечания и по возможности убирайте, потому что такую красоту сохранить мы можем все только совместно. Все вместе, я думаю, через какое-то время мы будем с вами реально, я в это очень хочу верить, находиться в реально культурном зеленом месте. Ну вот мы выходили с территории и подошли специально к щиту, который видно и все могут наблюдать. Некогда депутат от нашей территории в 2016 году должен был реализовать проект. Вот это красный петон, где были вот эти дорожки, здесь мы снимали, отсюда были, да. Не реализована вот эта желтая часть, которая фактически там сейчас эти дорожки есть, они плохого качества, с тех самых 70-х годов и остались разбиты. Вот второе кольцо, да. Здесь даже указаны пляжи с этой стороны и вот там, где мы были, где у нас ручейки, да. То есть все это уже, эта идея не новая. А, так вот, Максим, смотри, желтая, это 16-й год, красный. Да, ну, 18-й, как бы, главное, что вот фактически вот этот план можно по большому счету брать за основу. Он действительно, в нем есть правильные зерна. И камеры, да. Осталось только очистить вот это озеро, привести его в порядок, подходящий для купания, да, и все-таки разобраться с экологией, с тем, чтобы эту территорию никогда не застроили, и все-таки решиться вопрос и вернуться, что же с нашими, с этими дорожками. Потому что их, они должны быть обязательно. И здесь закидушка на будущее, здесь указаны камеры видеонаблюдения, да, которые планируются и в парке авиаторов. Это отдельная тема, и обязательно с вами я с ней поделюсь. Ну, теперь точно до свидания. Королевка, объединяйся.